Глава вторая. Форт, сокровища леса и раздор. Часть третья. Голодное урчание повторилось, и, обернувшись, она встретилась взглядом с виновато смотрящим на нее ванном. Внизу должны были остаться запасы еды. Перекусим, отдохнем и начнем искать ограничитель. Без него нам не покинуть форт. Меня он не выпустит, а твои ранги доступа для него вообще ничего не значат. Вздохнув, она протянула остатки ягод воронома. Даже элементы гармонии не имели права войти сюда без согласия Аллой. Димикорн спускалась вниз, смотря то на стены, то на пол, словно ориентируясь по совершенно незаметным для вана знаком. Тот молча брел позади, с неохотой жуя ягоды и размышляя о сказанном. Перспектива оказаться тут в заточении его пугала. Почти так же, как шанс никогда не увидеть прежнюю поняшу, смотрящую на мир удивленными янтарными глазками. Переступив порог и наступив на валяющуюся прямо на полу дверь, путники оказались в просторном зале, свод которого уже успели пробить корешки деревьев, но он по-прежнему удерживался массивными арками. Книги, артефакты, свитки лежали где попало. Несколько листков жалобно зашелестели под копытом Воронова, и он испуганно отпрянул в сторону. На стенах висели щиты разных форм и способов изготовления. Некоторые были заботливо отполированы до блеска. Личность в стиле Дигзди вдохнула воздух и прикрыла глаза. Теперь, когда она оказалась здесь, усталость и пережитое взяли власть над телом. Качнувшись, она добрела до сваленных в одну кучу кусков ткани. Выцветшие и потерявшие былую красоту обрывки ковров и гобеленов оказались собраны, видимо, почти со всего форта. Развалившись на этой груди бесценного наследия прошлого, она слегка приобняла кусок ковра передними копытцами. Чуть-чурясь, она с улыбкой смотрела, как взор Воронова мечется от одного предмета к другому, теряясь в разнообразии вещей. Под копытами жеребца звенели рассыпанные по полу монеты, и он удивленно вскрикнул. Это забавляло ее. Димикорн вглядывалось, как тот замирал перед белоснежными когда-то статуями оликорнов, в грации которых скульпторы пытались передать максимум той неуемной силы жизни. Чуть поодаль мелькал кот, пугая мелкую живность своими изящными прыжками и акробатической способностью взбираться по книжным стеллажам. — Это копия подарка принцессе в честь коронации ее сестры. Она была такой славной малышкой, так радовалась подарку, как никто другой. Произнесла старшая, когда Ван застыл перед небольшой статую оликорна темного цвета. Потянувшись и уложив копыта поудобнее, фиолетово око указало крылом на несколько других статуй, отличающихся наличием на них золотистых, серебряных и отливающих медью украшений на груди. Одни были темнее, и на поверхности виднелся рисунок в виде полумесяца, другие оказались вязью перекрученных цепочек, внутри которых висели вытянутые в каплю камни. В форме распахнутых крыльев или напротив жестких и рубленных форм предметы лежали на пыльных статуях, тускло поблескивая своими гранями. Амулеты, артефакты. Парадные колье оликорнов, которые усиливают или фокусируют природную магию. Все они настоящие. Бери любой, какой понравится, если хочешь. Некоторые из них, правда, копии, едва ли в четверть силы от оригинала, но это не уменьшает их ценности. Темная копытца потянулась к одному из предметов. Благородный мерцающий овал, тонко выполненные маховые перья обрамляли его, раскрываясь по бокам. Ожерелье манило своей простотой и при этом скрытой силой. Пожалуй, нет. Вороной отдернул копыта и посмотрел на изумленную синюю мордочку. Это будет неправильно. Я знаю, что случилось с теми единорогами, переоценивающими свои силы и решившими, будто достойно носить такие вещи. Ты забавный. Старша отдернула ушком. Другой бы оликорн сейчас бы уже сумку набивал этими штуками на пару сотен лет вперед. Точнее, любой оликорн. Все это не более чем инструменты. Не зная пределов своей собственной силы, легко можно попасть под влияние таких штук. Лучше уж надеяться на себя. Зависеть от них, не зная, когда они тебя подведут, сомнительная радость. Амулеты оликорнов не требуют ограничителя. Можно и так быть в курсе, насколько их хватит, если это, конечно, тебя волнует. Допив воду из фляги с гордым профилем единорога, она откинула ее в сторону. Посмотри там, в боковом ходу от зала. Там должно было остаться что-то съестное. Возможно, даже себе найдешь по вкусу. Но с этой желудок, может, и мысли станут другие. Проводив взглядом осторожно идущего Воронова, старающегося не уронить наставленные в беспорядке предметы или не наступить на что-то, она достала из сумки дребезжащий от прикосновений ограничитель. Удерживая его телекинезом, она легко встряхнула его и озадаченно уставилась на тусклую поверхность. Вернувшись вскоре из складовой, пепельногривы выглядел весьма довольный жизнью. Пристроившись рядом с перепончатой крылой и придвинув к ней часть из найденных припасов, он стал жевать какие-то сухофрукты, время от времени поглядывая на действия Димикорна. С чего начнем поиски? Не выдержав, задал он вопрос, проглотив кусочки фруктов. С отдыха. Фиолетово око сунуло покорежные око-часы в сумку и закрыло глаза. Все поиски начинаются с отдыха. — Ах, и тебе советую. Тело расслабилось. Нити, тянущиеся от скованной в нем личности, перестали звенеть. И теперь та, кто когда-то называла себя Калдари Фускус, вновь зависла в молчаливой пустоте сознания. Где-то там, на самом краю, спала настоящая обладательница этого тела, и ей снились сны, перемежаясь с обрывками из реальности. Кусочки путешествия по горам, тусклые камни в стенах коридора. Ржавая дверь медленно открывалась, то приглашая войти, то захлопывалась, оставляя ее в одиночестве. Янтарно-окая Димикорн тихо шевелила во сне крылышками, словно вот-вот проснется и потянется, но этот миг никак не наступал. Вот промелькнул кусочек момента перехода из города к скалам. Мутные тени, словно переливающиеся потоки мрака и пепла, чавкали под копытами. Размытый горизонт, словно в дымке, плыл по бокам, пугающий необычного туннеля, и впереди раскачивалась дымчатая грива, уверенно идущего вперед Аликорна. Нить натянулась. — Ован, а что это было за заклинание, при помощи которого мы оказались в горах? — Послышался сонливый голос, вместе с легким тычком в бок. — А что? — Это что-то вроде телепорта единорогов, но и в то же время не телепорт. Как бы сказать, ворной задумчиво тер копытом висок. — Я случайно нашел это заклинание в одной из книг в Контрелотской библиотеке. — В некоторых местах мира можно создать этакий круг магических знаков, создающих, как бы это назвать, переход. Шагнув в него в одном месте и пройдя некоторое расстояние, можно оказаться в другом. Время в нем идет несколько иначе. В первый раз у меня ушел день на перемещение из одного зала в другой, хотя для меня это были считанные секунды. Потом я натренировался на улицах Контрелота, но... — Просто скажи... — Сколько прошло времени... — С того момента, как мы покинули город. Димми Корн зевнула и подмяла под себя кусок ковра помягче. — Месяца два, наверное. Виновата, опустив ушки, ответил он. — Но зато нас уже точно не ищут. — Разве это не замечательно? — Угу. Перепончато крыло отвернулось и тихо засопело, словно удовлетворив любопытство и потеряв всякий интерес к дальнейшей беседе. Вану оставалось лишь закинуть в рот остатки Снеди и последовать ее примеру. Он спал и видел сон. — Городской парк Контрелота. Бывшая оранжерея, снабжающая еще только развивающийся город продовольствием. Без битов в кармане, в самодельной накидке, делающего похожим на паломника, он оказался среди цветущих плодовых деревьев, ощущая, как от ароматов плодов его чувство голода просыпается с новой силой. Осторожно цепляя фрукты телекинезом, справедливо считая, что раз они растут на дереве, а не лежат в лотке, то их можно брать просто так, вороной единорог набрал небольшую горку груши яблок. К ним добавились странные вытянутые плоды, оказавшиеся кислыми до умопомрачения. Выплюнув их в кусты, он отправился поедать более вкусные виды. Утолив голод плодами, а жажду в ближайшем фонтане, гость Кантерлота неспешно прогуливался по пустынным улочкам, удивляясь, как это никого нет в таком месте. — Стоять! Именем ее высочества! Окрик раздался совсем рядом. Силуэты единорогов мелькнули за кустами, и послышался шелест раздвигаемых веток. Решив, что это те же преследователи, которые вломились в его комнату в магической школе Гринлифа, он, недолго думая, рванул с места. Сытый желудок придавал силы не только физических. Несколько раз удачно примененным телекинезом ему удалось сбить нескольких преследователей с ног. — Это единорог! Будьте осторожнее и не дайте приблиться к ее высочеству! Раздались крики левее, Иван разумно решил бежать направо. Миновав раздвинутые коротким движением рога кусты, он кубарем выкатился на клумбу, умудрившись разорвать импровизированную накидку о короткую ограду. Поминув не слишком добрым словом того, кто придумал делать острые пики на ограде, он побежал дальше. Голоса единорогов раздавались то почти в двух шагах, то издалека, и его брали в кольцо. Сухо улыбнувшись, вороной задержался у одного из фонтанов. Рощер к копытам по камню, едва заметный символ с короткой стрелкой-вектором. Теперь оставалось только дождаться и сказать слово «катализатор». Трое дворцовых стражников так и не поняли, что случилось. Вода из фонтана сбила их с ног, а потом превратилась в лед, сковав крепче кандалов. Невзрачно одетый и при этом довольно высокий единорог прыжками скрылся в кустах, оставив их с носом. Ван бежал, ему удалось остановить всего трех преследующих его единорогов. На них были доспехи и металлические накопытники, что изумило его в самом начале. Да и выглядели они все как на подбор внушительными вояками. С такими долго не простоишь в драке. Сзади раздались предупреждающие крики, и мимо него пролетел заряд магии, оставивший след на одной из статуй. Похоже, за него принялись всерьез. — Я съел всего несколько яблок и груш! — крикнул он в надежде, что его услышат. — Я заплачу, если они были чьи-то, честное слово! Миновав очередные кусты, он едва не столкнулся с кем-то стоящему статуей и устремился к небольшой арке выхода из парка. Там уже виднелась спасительная пустая улочка в заколках, которой можно было переждать погоню. Копыта коснулись мостовой, и он продолжал бежать к арке. На пятый раз до Воронова дошло, что он вбегает в арку уже не впервые, но отчего-то покинуть парк не выходит. — Я все жду, когда тебе надоест бежать на месте. Тихий и мягкий голос раздался чуть позади, и копыта Воронова со скрипом затормозили по брусчатке. — Это заклинание петли. Сколько бы ты ни пытался убежать с места, будешь начинать с самого начала. Для тайного поклонника ты весьма плохо одет, а для подосланного орденом единорога не так хорошо владеешь магией. Ты кто? — Прежде чем я назову свое имя, я хочу знать, почему меня преследуют за кучку яблок, а те кислые плоды я не ел, они несъедобны. — Вороной выпалил это на одном дыхании, разворачиваясь и вглядываясь в пленителя. Перед ним стояла оликорн. Без всякого сомнения. На это указывал длинный витой рог и пара чуть поджатых крыльев. Грудь закрывала искусно выполненное украшение с огромным аметистовым камнем в середине, таким же сияющим и чистым, как ее глаза. Разумно. Они декоративные. Надо быть или очень голодным, или совершенно не разбираться в растениях, чтобы их есть. Не ошибусь, предположив и то, и другое сразу. Голос действительно был обволакивающе мягкий, но при этом в нем чувствовалась уверенность. Она рассматривала его с интересом и без осуждения, отчего Ван смутился. Разглядывая в свою очередь свою пленительницу, он перебирал в голове, где он мог видеть похожие аксессуары. Золотые накопытники и развивающаяся перламутровая грива тонкая, словно дымка. Золотистая корона, чуть небрежно сидящая за рогом. «Вы...» — начал было фразу «изумленный Ван», — как в этот миг его настиг магический удар. Сознание возвращалось к нему вместе с запахом ароматного чая, плавно втягивающегося в его ноздри. Тело оказалось скованным, и к его ужасу он обнаружил, что накидки на нем нет. Диковинные кандалы держали его копыта в довольно пристойном положении. Перед ним стояла полная чашка чая, какая-то сдоба, насмешка судьбы, тортик с ломтиками груши и яблока. Переведя взор от угощения, он столкнулся с имитистовым взглядом, на этот раз смотрящим пристально, словно его обладательница пыталась прожечь в нем дырку. «Аликорн, жеребец...» «Право дело, не знаю, что и сказать. Я слышала, что мои поклонники, тщетно пытаясь заполучить мое сердце и копыта, искали заклинания, дающие им иллюзию крыльев. Но уж если делать, то зачем такие?» Она кивнула в его сторону и отпилая из висящей рядом чашки немного горячего травяного отвара. Покосевшись в сторону, Ван заметил, что в комнате они не одни. Рядом попарно стояли единороги, нацелившись рогами в него, а чуть дальше замерли пегасы, и в их глазах читалась уверенность невозможности бегства. «Итак, кто ты такой и откуда взялся в Контерлоте?» «Если бы я знала, что в других странах есть аликорны среди правителей, то могла бы посчитать собеглого принца. Увы, таковых нет. А значит, ты или самозванец, или...» Она замолчала, предлагая Вану самостоятельно продолжить. Взглянув в эти глаза, он предпочел рассказать все. Пытаясь быть убедительным, он рассказывал то, чего помнил, хотя это выглядело как бессмысленный калейдоскоп событий. Поведав о встрече у озера и событиях в Гринлифе, он не заметил, как пегасы и единороги оставили его наедине с аликорном, чьи глаза смотрели прямо в сердце. А потом на меня начали охотиться, и я случайно оказался в парке. Там вкусно пахло, а по прибытию у меня не было ни бита, чтобы перекусить. Я не знал, к кому принадлежат эти сады, и... Она качнула копытом, приказывая замолчать. «Достаточно». Голос прозвучал одновременно со звуком падающих кандалов и звоном падающего на пол колечка, взяться которому было неоткуда. История вправду туманна. А будь ты по-настоящему аликорном, разговор был бы другим. Пока я не придумаю, что с тобой делать, ты останешься во дворце. И да, побег не лучшая идея. Если тебя ищут, кто бы это ни был, тут им тебя не найти, Ван Белсапка. Хм. Странное имя. Для единорога. Аметистовые глаза сверкнули, и Ван остался один. День сменялся другим, настороженность постепенно уступала место интересу. Проведение один час в обществе с несколькими дотошными единорогами, Ван получил почти полную свободу в пределах замка. Первый шок от встречи с самой правительницей Эквестрии пугающе быстро прошел. Еще полгода назад он кинул бы чем-нибудь в того, кто предположил бы его чаепитие с принцессой. И вот настал день, когда он оказался рядом с нею, хоть и под бдительной стражей двух единорогов. Селестия рассматривала бумаги, меланхолично листая их телекинезом, и на каждом из них Ван с изумлением обнаружил знак Гринлифской школы. Необычные умения для того, кто в них не должен нуждаться. Символьная магия, такая медленная и неповоротливая, требующая от мага чертить знаки на поверхности и надеяться, что их не сотрут раньше времени. Прокомментировала она один из листков. Крайне слабая даже для единорога природная магия. И это подставить живые крылья под пламя простительно лишь для того, кто их не имел. Эти записи пытались получить еще до меня, и я уже догадываюсь, кто проявил подобный интерес. Что же решено? Хотя у меня уже есть ученица, и я полагаю, у меня найдется время и на тебя. Аметистовые глаза уставились прямо на Вана, и у того кусок вишневого пирога чуть не застрял в горле. Телекинез всегда давался ему легко, и успехи не заставили себя долго ждать. Другие же виды магии получались из копыт вон плохо. Огненная стихия вызывала в нем необъяснимый панический ужас, словно тело пыталось избежать контакта с огнем любым способом, отчего максимум его достижений был плавающий огонек вокруг рога. А вот символьная магия пополнялась все новыми и новыми приемами. Просидев всю ночь в дальнем крыле Контерлосской библиотеки, он выудил одно занятное заклинание и не применил похвастаться им перед принцессой, отношения с которой становились все менее официальными. «Замена телепорту! Переход!» Вороной ткнул копытом в рассорапанный паркет. «Один хлопок копытами, и я уже в другом зале!» «Вот вектор направления и...» Появившись в другом зале, Вороной обнаружил ночь за окном и удивленно замершую принцессу, собирающуюся отправить в рот очередной кусочек торта. «И я уже тут...» Неуверенно завершил маг, озираясь по сторонам. «Уже ночь?» «Уже ночь спустя два дня. Мне это не кажется удачной заменой телепортации!» Медленно ответила принцесса, отложив тортик в сторону. «Я не понимаю, почему ты так противишься изучению нормальной магии. Все говорит за то, что ты являешься настоящим оликорном, хотя как это могло случиться в наше время, по-прежнему для меня загадка». Признаваться, что изучая магию, он наталкивается на барьер, за которым магия перестает хватать, и ничего не выходит, ему не хотелось, поэтому он просто вздохнул и сел на подушку у столика. Попытка впечатлить принцессу символьной магии провалилась, а сам он едва не опозорился. «Что значит в это время?» Спросил он, подхватив филку для торта, но принцесса лишь качнула головой из стороны в сторону. День, когда ему удастся удивить свою эмитистово-глазую наставницу, приближался, но он об этом не знал. «Так, где-то тут должен был остаться хотя бы один ограничитель». Стук копыт раздавался глухо и чередовался с оконем металла по камню. «И хотелось бы найти его достаточно целым. А вот там уже дело за тобой». Заметив немой вопрос в глазах Вана, все еще сонного и зевающего, она сглотнула и поправила лямку сумки. «Не знаю, как лучше сказать». «Судя по записям, ты в курсе. О включающемся ограничителе, когда сознанию Демикорна грозит опасность или оно теряется. В этот миг он запускает что-то вроде меня». Заметив согласный кивок Воронова, она продолжила уже более уверенно, продолжая чеканить шаги по коридору. Тут было прохладнее, чем в зале, и пыль лежала толстым слоем почти на всем, куда бы ни падал взгляд. Тусклые камни исправно загорались, едва путники приближались к ним, и гасли, едва те удалялись. Создавалось ощущение, словно свет идет за ними. В обычном случае, после возвращения владельца в норму, ограничителе возвращает все в исходное состояние. Но не сейчас. «Когда я усну, управлять устройством будет некому». Замерев, она уткнулась носом в шею, ликорно тихо добавив, «От тебя одного все будет зависеть. Я отдам последние указания, и дальше тебе придется следовать инструкциям и своему чутью. В этот раз это все, что в моих силах». Ван к своему изумлению ощутил усталость и страх. Старшая оказалась такой сильной, невозмутимой до прибытия в форт, но после, произошедшая у дверей и на лестнице, разломала эту невозмутимость в осколке. «Я все сделаю, как скажешь, но у меня к тебе вопросы, старшая», заверил Демикорно вороной, приобняв ту крылом. «Что будет, когда она проснется?» «Если что-то, о чем она не будет знать, и рассказывать ей не стоит, не потому, что хочу секретов между ней и мной, но, может, есть то, что не хочешь ей говорить ты сама». Фиолетово окоя плавно оттолкнуло крыло в сторону. «Расскажи, что посчитаешь нужным, хотя...» Она посмотрела в сторону покосившейся двери, за которой угадывалась жилая комната. В полутьме виднелся кусок кровати. Небольшой шкафчик стоял, накренившись, и створка тонула в густой паутине. «Не говори ей моего имени, и не упоминай, что мы проходили мимо скалы с именами. Тот туннель не затопило, и все было нормально. Мы прошли по нему. Ты и она прошли по нему, и никто ничего не видел. Ей не нужно помнить об этом». Голос звучал торопливо, словно просить об услуге, и было в новинку. Через равные промежутки им встречались двери. Одни оказались завалены изнутри, и через треснувшее дерево торчали куски обрушившегося потолка. Другие отсутствовали вовсе или были приоткрыты. Синяя пони заглядывала в них, но не обнаружив ничего похожего на ограничитель, шла дальше. Кусочки сухого дерева хрустели под копытами, оглушительно щелкая в тишине. У одной двери лежало несколько фигурок, вытащенных из какого-то материала, похожего на кость, но слой пыли и паутины не позволил рассмотреть, кого они изображали. От двери чуть левее на стене был нацрапан рисунок, явно копытом жеребенка. Она отвернулась и ускорила шаг. Коридор разветвлялся и сходился снова. Перепончато крылое редко посещало эти прорубленные в скале проходы, и теперь озадаченно смотрела по сторонам, пытаясь определить дальнейший путь. Порой проход приводил в тупик, и тогда она вынимала из сумки разломанный ограничитель, произнося одно и то же мелодичное слово на инетюмнарском. Простукивание копытом вызывало мельтешение красноватых символов на поверхности, но было это хорошо или нет, Ван так и не смог угадать. Форт оказался неожиданно огромным. Компактный с виду он уходил глубоко в скалу, и вороному лишь оставалось подивиться стараниям строителей. Аликорн толкнула одну из дверей, которую украшала тусклая пластинка, с теми же непонятными символами, завораживающими свои дикой линией. За ней, кроме мутного камня, замерцавшего, ощутив гостя, оказалась довольно просторная комната. Пыль и каменная крошка покрывали стоящий стол. Сухие свитки распались в пыль, едва Ван попытался их взять. Чуть дальше стояла небольшая фигурка серебристого цвета, изображающая взмывающего в небо Димикорна. «Серебряная звездочка. Она может летать очень высоко». С какой-то горечью в голосе принесла вошедшая следом Димикорн, и Ван чуть не выронил фигурку из объятия телекинеза. «Что случится, когда Дигзи проснется? Ты просто заснешь, или тебя заменят те другие око-часы?» Осторожно поставив фигурку на место, он вышел из комнаты вслед за синей пони. Вопрос, казалось, застал ее врасплох. Она шла, покачиваясь стороны в сторону, сломанный ограничитель, словно пытаясь понять закономерность слабо загорающихся символов. Вскоре один из них стал мигать чуть ярче. Хм. Зависит от типа. Если в них окажется личность более сильная, чем я, она сделала паузу, рассматривая очередной завал, из которого торчал кусок статую Аликорна. То меня не станет. Если личность будет слабее меня, мы сольемся. Ведь я... Очередная комната оказалась вытянутой, и вдоль стен стояли каменные цилиндры. Ржавые трубы уходили от них в стены. Часть каменных сооружений оказалась расколота, и внутри, переливаясь красным блеском, лежали небольшие круглые камешки. Оглядевшись, она потянула сунувшегося вперед за Неворонова прочь от комнаты. Я ведь тоже частично. Все, что имел в себе отключающийся ограничитель, переходила в находившийся ближе всего к нему. Каждый из них, прекращая свои функции, отдавал свои знания другим. С ними уходили и записанные в них личности. В итоге оставались лишь самые сильные. Димикорн тихо усмехнулась. Очередная комната была пуста, не считая кусков потолка, лежащих на полу, и жалобно мигающего осветительного камня. Слабое утешение. Не находишь? Левая ветка скального прохода развалилась совершенно. Кладкой стен лежала грудой вперемешку с камнями и кусками колонн, некогда поддерживающих свод. Среди них белело что-то, блекло поблескивая металлом. Фиолетово окое с отращением фыркнув, свернуло направо. «Когда она проснется, первое, что будет помнить, лишь чай пить у твоего замечательного друга, я думаю». Внезапно проговорила она, развернувшись и побежав обратно, оставив Вороного в недоумении созерцать плящей по стенам тени. Он не успел дойти до развилки, где встретил ее идущий назад, только с небольшим узелком в зубах. Переложив его в сене телекинеза, она протянула его Вороному. «Это... Это, может быть, уже не нужно, ведь столько времени прошло». «Возьми, это для тех пони». Она положила узелок в пыль перед оликорном и зашагала вперед. Узелок накренился, и что-то гулко перекатилось в нем, показавшись выпуклостью по тканью в форме небольшого камешка. «Спасибо. Все-таки ты не такая жесткая, как хочешь казаться». Вороной сложил узелок в сумку, пытаясь догадаться, что это может быть. Но раз спутница сказала, что это для пони, то, возможно, имела в виду превращенных в дерево, а значит, был способ вернуть их назад. Если, конечно, Селестия и Луна потерпели неудачу. А в этом Ван изрядно сомневался. «Вы, Димикорны, как ежики. С виду колючие, но на деле такие же пони, как и другие. Не отрицай это». Луна была права, уговорив сестру дать Диксди шанс. «Если это сделать, и выводы лишь общаясь с нею и с мною, то, боюсь, они несколько неточны». Заметила она, ступая на пол просторной галереи. В отличие от остальных комнат, она была заметно целее. Небольшой сквозняк сметал пыль в ровные кучки по углам, а из множества колонн лишь некоторые лежали осколками на полу. В нишах по бокам от дорожки, выложены некогда красными и позолоченными камнями, стояли статуи Димикорнов. С грустью Ван переходил от одной статуи к другой, отмечая на каждой надетой артефакты. Некоторые были вполне целыми, другие были словно после битвы. Металл покрывали царапины, нарезы и крупные вмятины. Она тысячелетия жила рядом с ними, даже не зная, что они были когда-то живыми. Тихо проговорил он. У всех статуи было лишь одно общее. Левые бедра статую стягивали пустые ремешки. Место, в котором находился ограничитель, было пустым. Кем они были? Она думала, что эта статуя в честь них. Думай так же, теперь это не имеет значения. — Зал первых артефакторов. — Отозвалась она. Шагая мимо смотрящих в пустоту статуй, она читала и переводила на эквестрийские их имена. У одной статуи она задержалась чуть дольше. — Дигзди Уно. Год 43212. Она была талантлива в обращении с артефактами класса стилус. Димикорн стояла, закрыв крылья перед собой и поджав копыта, с которого свисали два обрывка тяжелой цепи. На застывшей в камне мордочке проглядывалась беззвучная мольба. Подойдя ближе, Ван рассмотрел множество крупных дыр в крыльях и представлять то, что могли такие дыры оставить, ему не хотелось. Ряды статуй закончились, и теперь их путь лежал направо. Ограничитель, порезший в облаке телекинеза, снова сверкнул одиноким символом и фиолетового ока заметно прибодрился. Каждый артефактор проходил обряд посвящения в этом зале. После выбора артефакта им нужно было проявить максимум умений и стараний в его владении. Те, кто смогли пройти это испытание, получали звание артефактора и... свою кьюти-марку. А что это было за испытание? Ворной с любопытством рассматривал покрытый незатейливым рисунком стены. Испытание, по сути, простое. Димикорн как-то хищно оскалилась, вложив едкую иронию в слово «простое». Нужно было успеть изучить и понять принцип артефакта до того, как он выпьет большую часть сил. Будучи же ребенком, она справилась, потеряв едва ли треть, к слову говоря. Ван споткнулся на ровном месте. «Ничего себе испытание! А если бы она не прошла?» Оправившись от таких новостей, проговорил он, суровый взгляд фиолетовых глаз был понятен без слов. Под копытами стало мягче и в свете невзрачных осветительных камней стала виднеться темная и плотная пыль, веками сметаемая сквозняком в щели стен углы и выемки в полу. В одной из таких кучек лежал погнутый диск ока часов. Чуть дальше обнаружились сразу два, но один был расколот пополам, а в другом торчал темный отломившийся рог, скрученный в спираль и без лезвия на тыльной стороне. Губы синие пони сжались. «Мы почти пришли!» Бессветно произнесла она и свернула в очередной, становящийся все более тесным проход. Солнечный свет озарил библиотеку понивиля и на дощатый пол осторожно вступили темная и светлая копытца. Огненная птица сделала небольшой круг и уселась на жердочке, словно улыбаясь и приветствуя стоящих посреди комнаты принцессы. «Моя верная ученица, мы прибыли сразу же, как только я получила твое письмо!» Принцесса Селестия взглянула на готовую расплакаться лиловую единорожку и поспешно добавила «Даже два твоих письма!» Но Спаркл уже бросилась к наставнице, плача в голос, отчего смутившиеся принцессы переглянулись, не зная, что делать. «Фла-фла-фла-флаттершай!» С трудом различились среди всхлипываний принцессы и, наконец, понимание, что это были не слезы радости от встречи, стали медленно доходить до обеих. «Флаттершай пропала совсем! Даже дверь открыта осталась! Я уже везде была! И тут, и там, и даже вот там! Но ее нигде нет! Если она играет в прятки, то уверена, у нее все шансы победить!» Розовая пони появилась в окне, перебирая от нетерпения копытцами. «Оу, принцессы!» Наконец она заметила гостей библиотеки и, поклонившись, ударилась мордочкой о подоконник, после чего попытка потереть нос копытом и одновременно держаться снаружи окна провалилась и завершилась хрустом цветов под понячьим весом. «Успокойся, Твайлот, и расскажи, что случилось за то время, что прошло с момента, как ты написала мне нам». Селестия оглянулась на свою сестру, слегка зевающую, но уже пристально смотрящую по сторонам. Письмо. Пришедший в себя и изредка шмыгающей единорожке так и не удалось произнести ни слова. Дверь в библиотеку распахнулась со стуком. «Ты... ты... как ты могла так поступить с ним? Он сохранял верность до последнего, а ты... ты заставила его делать это раз за разом, чудовище!» Радужногривая пегасочка с трудом говорила от переполнявшего ее волнения. Голубое копытце уставилось на принцессу и слегка дрожало. «Не подходи ко мне! Он тебе верил! Элемент верности верил тебе! А ты так обошлась с ним! Я никогда не прощу тебе этого!» Пыль и песок выплеснулись в мордочке застывших принцесс и потерявший до речи Твайлайт. Радужный взрыв раздался где-то над домом, и шестицветная полоса стала тонкой нитью где-то над вечным свободным лесом. Лишь в иметистовых глазах Селестии была искорка понимания происходящего. Твайлайт, собери своих друзей. Мне кажется, им нужна твоя и моя помощь. Тихо проговорила она, провожая взглядом Рейнбудыш. Снившийся им кошмар становится для них явью. Рейнбудыш. 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 Рейнбудыш.